Непродолжительным по времени, но важным по содержанию стало очередное апрельское заседание городской думы. В преддверии майских праздников и предстоящего отчета главы города по итогам работы за 2023 год. Масштабных вопросов на рассмотрение депутатам вынесено не было, но каждый из обсуждаемых по-своему важен для города. Изменения в бюджет на значение публичных слушаний по внесению изменений в устав города. Не менее важными оказались и темы для обсуждения в разделе «Разное». Ведь у народных избранников появилась возможность познакомиться с новым главным врачом Ирбитской больницы Александром Паньковым, а также задать ему вопросы, волнующие и коллектив, и горожан. И практически на каждый Александр Петрович смог дать несколько вариантов решения, над которыми сегодня руководство медучреждения уже работает в сотрудничестве с региональным Минздравом и руководством города. По традиции, множество вопросов было задано и главе города Николаю Юдину. Один из них – по открытию автобусных маршрутов в сады, начало движения по которым ждут многие горожане. Что касается маршрутов за Грязнухой, к маю мы открываем маршрут к майским праздникам в деревне Бузина. Этот маршрут у нас включен в контракт с Министерством транспорта. Грязнуха чуть позже. Также будет разрывной маршрут, то есть доезжая до горы люди будут выходить, спускаться, пока другого ничего не будет. Но этот чуть позже будет после майских праздников. Но и не обошли вниманием депутаты программу предстоящих майских праздников. Тем более, что она составлена и с учетом новых, значимых для города мероприятий и учитывают действующие в Свердловской области ограничения. Первое мероприятие – это вот 1 мая. Площадка перед Дворцом культуры имени Костевича. С 12 до 2 часов ждем все коррективы с хорошим настроением, с праздничным оформлением. Сегодня коллективы Дворца представят праздничную программу, ну и программе участвования трудящихся коллективов «Славим человека труда». Хочу сказать, что территория перед Дворцом культуры оснащена всем будет необходимым в части антитеррористической безопасности. Площадка имеет по периметру функцию видеонаблюдения. Также будет ограждение, функция входа-выхода. Оснащена будет металлоискателями, привлечено будет частно-охранное предприятие. Поэтому все согласования с МВД в этой территории у нас пройдены. 4 мая будем открывать мемориальный комплекс «Вечный огонь» с функцией настоящего «Вечного огня». Приглашаем всех к двум часам на Бульвар Победы. В церемонии примут участие делегации из Волгоградской области, молодежь, депутаты Законодательного собрания, правительство Саровской области. Приглашаем героев Российской Федерации, они с удовольствием к нам приезжают. Это Шархатов Владимир Ильич Родоборский, Игорь Олегович Косков, Олег Александрович. Ну и также наши дорогие ветераны, также Орг-отдел работает над их приглашением. Мероприятие в принципе небольшое, но очень важно для всего города, поэтому приглашаем в 2 часа начала 4 мая. Просим население понять, адекватно оттестись к тому, что не просто будет попасть на территорию самого мероприятия, будут определены входы-выходы, то есть через функцию металлоискателей и через частные охранные предприятия. 8 мая в 19 часов это будет первое мероприятие в рамках празднования Дня Победы. Там же на бульваре Победы у здания суда молодежная акция «Время выбрало нас». Коллективы, отдельно студенты будут в рамках тематического направления читать стихи, петь песни, ну и так далее. Концертная программа молодежная. 9 мая с 11 часов начинается торжественный церемониал в программе мероприятий. Трансляция Парада Победы, концерт духового оркестра из города Алапаевска к нам приезжает, коллективы Дворца культуры. Вечерняя программа завершится концертом артистов театра эстрады, ну и салютом 22-30. Надеемся на хорошую погоду, на хорошее настроение. Также у нас будет выставка техники силами ДОСААФ, раздача каши, стопграмм фронтовых. Ну, в общем-то, в принципе, все по той же схеме, но вот немножко с такими ограничениями, опять же, по антитеррористической безопасности. К слову, в этих же соображениях на региональном уровне было принято решение отменить в этом году шествие бессмертного полка. Но сейчас организаторы акции прорабатывают другие варианты ее проведения. Так что следите за информацией. Вполне возможно, что бессмертный полк в России все-таки пройдет, но в новом формате.